Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях среды 15 февраля вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. Сегодня все городские службы работали в усиленном режиме. Как город справился с очередным капризом природы? Участки для многодетных, новые тарифы на семейные захоронения и ЧАЭС на улице Гвоздик. Эти и другие вопросы обсудили на сессии горсобрания. Сегодня 28-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. В Сочи прошли панихиды и памятный митинг. В Сочинском ледовом дворце возводят скалодром. Штурмовать его уже через неделю будут участники всемирных военных игр. Сегодня все городские службы Сочи работали в усиленном режиме. Связано это с ухудшением погоды. Как город справился с очередным капризом природы, расскажет Ольга Десятого. Накануне вечером глава Сочи провел заседание КЧС. На усиленный режим работы он поручил перевести все городские службы. На связь с главой города вышли все районы курорта. На заседание пригласили подрядные организации по уборке, которые должны очистить тротуары и управляющие компании. За ними дворы. В решении сегодняшнего КЧС должно быть написано четко и понятно, что если подрядные организации, если управляющие компании в этот раз не справятся со своими обязанностями, то мы просто-напросто не только составим акты, но и передадим материалы в прокуратуру для дальнейшего возбуждения либо административных дел, либо уголовных дел. Ожидаемый пик осадков пришелся на середину ночи. По ГОСТу, говорят в администрации, убирать снег положено после снегопада. Но снегоуборочная техника сразу вышла на дороге всего более 100 единиц техники. Если в центре Сочи жители особо не почувствовали осадков, то в горных районах высота снежного покрова достигала 40 сантиметров. Поэтому в основном техника работала именно там. На дежурство вышли 53 бригады энергетиков, всего около 500 человек. В различных районах города были готовы к подключению 16 дизель-генераторов на случай порывов. Такой был всего один в Салахауле, но все было оперативно восстановлено. Везде ситуация находится в штатном режиме, везде ее удалось удержать. Все детские сады, все школы, все учреждения здравоохранения и образования работают в штатном режиме. Все сотрудники администрации города, закрепленные за своими территориями, обеспечивают должный порядок. Дворники вышли на работу еще до 6 утра. Очищали подходы к социальным объектам. На тротуарах работало более 300 человек. Поэтому с утра сочинцы в основном шли уже по чистому асфальту. Автобусы также начали свою работу по расписанию. Никаких сбоев в работе общественного транспорта не было. Сегодня перебоев с транспортом не было. Лишь некоторые маршруты, первые рейсы, которые выходят там около 5 утра, они там, ну где-то, может быть, до какой-то конечной остановки не дошли. Но, в принципе, уже второй автобус, который шел по расписанию, они уже прошли абсолютно по всем маршрутам, по всем остановкам. Трудности были только у тех автомобилистов, которые решили выехать на летней резине, не думая о безопасности своей и окружающих. А еще у тех жителей, в домах которых управляющие компании не поспешили выйти на уборку снега. Сейчас на них составлены протоколы. Что касается прогноза, на ближайшее время штормовое предупреждение сохраняется до вечера 16 февраля. Новым прокурором края может стать Сергей Табельский. Его кандидатуру одобрили депутаты на сессии ЗСК. А до заседания сегодня утром с претендентом на должность руководителя ведомства встретился Вениамин Кондратьев. Главе региона его представил замгенерального прокурора России Юрий Пономарев. С 2013 года Сергей Табельский возглавлял надзорное ведомство в Калининградской области. Этот опыт может быть полезен и на посту прокурора Краснодарского края, отметил губернатор. Кубань сегодня один из ведущих регионов страны. Его развитие во многом зависит от деятельности прокуратуры. Совместными усилиями вместе с органами исполнительной власти успешно решались задачи по обеспечению экономической безопасности в крае. Вениамин Кондратьев выразил уверенность, что и в будущем между структурами сохранятся конструктивные отношения. Очередные 99 земельных участков для многодетных. Новые тарифы на дополнительные места семейного захоронения. Утвержденный бюджет на 2017 год и ЧС на улице Гвоздик. Эти и другие вопросы сегодня обсуждали народные избранники на сессии городского собрания Сочи. О результатах деятельности правоохранителей перед депутатами сегодня отчитался начальник сочинской полиции. В целом ситуация в городе стабильная, отметил Сергей Огурцов. Неутешительная статистика лишь по преступлениям, совершенным в состоянии наркотического опьянения. В прошлом году УВД совместно с транспортной полицией изъяли более 11 тысяч доз закладок. 5 килограммов спайса на курорт завезли граждане Украины, отмечают полицейские. Вопрос профилактики наркомании в городе на постоянном контроле. Приняли сегодня депутаты и положение нового в администрацию управления по профилактической работе с населением. А еще народные избранники сегодня утвердили 99 новых земельных участков для многодетных. Расположены они в селе Верхнениколаевское. Приняты и изменения в бюджет города на 2017 год. Увеличенную доходную часть решено потратить на решение социальных задач. В том числе ремонт бассейна на Паярка и центра доп. образования, известного как Вилла Вера. Отсюда же средства выделят на повышение зарплат бюджетникам, согласно майскому указу президента. Слово сегодня взяли и сами депутаты. Роман Бугайчук поинтересовался судьбой своего депутатского запроса. Из-за оползня дорога на улице Гвоздик, что в совхозе Приморский, разрушена вот уже 4 месяца. Хотелось бы сказать, что уже дважды там падали легковые автомобили. Но самое страшное – это прорыв старой трубы, в результате чего возможно полное разрушение живого дома с человеческими жертвами. В ответе на мой запрос по этому поводу руководитель департамента строительства Бомберг Илья Иванович указал, что финансирование по данному мероприятию не предусмотрено. И предложил вынести вопрос на сессию. В принципе, то, что я и делаю. Хотелось бы, чтобы вы меня поддержали, коллеги, и сделали запрос на главу города. Потому что я чувствую, что без вмешательства главы города, скажем так, мягко говоря, что ничего не сдвинется с места. Отличились и транспортники. Установить на месте ЧП дорожные знаки, ограничивающие движение большегрузов, они собирались 4 месяца. На улице Гвоздик они появились накануне сессии. Вымыло уже грунт из-под асфальтового покрытия. Оно может, во-первых, обрушиться, и эта машина уйдет на дом. Кроме того, что там водовод пятисотка находится. Для того, чтобы оперативно решить этот вопрос, даже до сессии, я приглашал Ивана Ивановича, руководителей управления транспорта, от Хостинской администрации, для того, чтобы решить оперативный вопрос. К сожалению, они не соизволили первые лица вот этих всех управлений прийти и для того, чтобы решить этот вопрос. Нужно реагировать. И это не просто хотение каких-то депутатов. Это обращаются жители нашего города по этим направлениям. И надо на это реагировать. Доклад об исполнении депутатского решения от директора департамента строительства мэрии ожидается на следующей неделе. А вот заместитель главы города сегодня доложил народным избранникам об установлении размера единовременной платы за резервирование дополнительного места семейного захоронения. Квадратный метр на городском кладбище теперь обойдется в 14 тысяч рублей. В сельской местности в 8 с половиной. Расчет ввели по кадастровой стоимости земельных участков. Если мы сделаем достаточно низкую стоимость, это приведет к тому, что будут просто за небольшую стоимость скупаться вот эти вот земельные участки. Что, собственно говоря, не хотелось бы видеть. В конце сессии депутаты обсудили не менее важный вопрос о создании ассоциации курортных городов. Мы обсудили с Анатолием Николаевичем эту ситуацию. И он вышел с предложением о том, чтобы создать ассоциацию курортных городов России. Но это в первую очередь касается Азова, Черноморского побережья. Один из вопросов, чтобы наш турпродукт, который мы готовим, он должен быть конкурентоспособен с выездным туризмом. А для этого нам надо объединять усилия всех городов. Туристы, которые прибывают, они хотят уже побывать за короткий промежуток времени. Например, за 10 дней, за 14 дней. Они хотят побывать в Сочи, в Новороссийске, в Ялте, в Феодосии. Для того, чтобы реализовать этот проект, во-первых, должна быть транспортная доступность. А здесь мы говорим о морском сообщении между нашими городами. Добавлю, что уже заключено 9 межмуниципальных соглашений о сотрудничестве. Представители городов встретятся в Сочи уже 26 февраля. Галина Моисеева, Ингагабешия, Демид Даниловский, телекомпания, ФКТ. Сегодня в нашей стране отмечается 28-я годовщина вывода советских войск из Республики Афганистан. В 9 часов утра в храме Михаила Архангела прошла панихида по погибшим воинам-интернационалистам. А у памятника воинам-афганцам митинг памяти. В храме Михаила Архангела сегодня молились поименно за каждого сочинского воина, не вернувшегося в родной дом. Они были молоды, полны сил и энергии, подчас сами просились в горячую точку, так велик был патриотический настрой. Вспоминали сегодня погибших солдат и офицеров и на митинге, который, несмотря на ненастную погоду, состоялся у памятника воинам-афганцам в Комсомольском сквере. Мы всегда должны помнить тех, кто ценой своей жизни выполнил интернациональный долг и сегодня дал возможность всем нам считать себя гражданами настоящей державы. Гражданами, где у каждого человека прежде всего в душе понятие Родина, которую необходимо защитить. И они защищали Родину, не боясь пулю душманов и совершая подвиги, сродни подвигам своих дедов в Великую Отечественную. Более миллиона советских солдат и офицеров и служащих прошли через горнила Афганистана. И наши соотечественники выполняли свой воинский долг не только в Афганистане, но еще во многих странах, где надо было защищать интересы Отечества. И сегодня, конечно, для нас знаменательная дата. Вы видите, что погодные условия не влияют на то, что люди пришли отдать память и долг своим боевым товарищам, которые пали на Афганской войне. Здесь, в памятную дату, к памятнику Афганский узел всегда приходит много молодежи. Это студенты, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов. На них с трепетом смотрят матери воинов-интернационалистов. Горе их сплотило еще в 1982 году Раису Васильевну Лобинскую и Инну Ильиничну Лазареву. Потому что это память о наших детях, которых уже давно с нами нет. Они все равно продолжают жить и в наших сердцах, и в сердцах теперь молодежи. Дети должны знать о своих героях, которые погибли, пусть в другой стране, но защищая все-таки свой Советский Союз. Сегодня отмечается 28-я годовщина вывода советских войск из Республики Афганистан. Тогда казалось, что Афганская война завершилась, но сам конфликт с радикальным исламизмом начался еще до 79-го года и продолжается по сей день. Теперь самая опасная горячая точка – Сирия. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сегодня еще и Всемирный день детей больных раком. Это не день отчаяния, а праздник победы малышей и взрослых над страшным недугом. Мы вместе, так заявили участники флэш-моба в поддержку онкобольных детей. Акция прошла сегодня на улице Новогинской. Сегодняшний флэш-моб – это завершающий этап акции. Она проходила с 1 по 15 февраля на территории Краснодарского края. С целью привлечения внимания общественности к проблемам детей больным раком был проведен ряд благотворительных мероприятий. Так, 6 февраля студенты и неравнодушные жители города стали донорами крови для больных малышей. Собраны были и средства на лечение таких ребят. Сегодня участники акции выстроились в форме сердца и выпустили в небо воздушные шары. На них пожелания здоровья больным детям. Профессиональное мастерство педагогов-психологов оценивали сегодня в рамках муниципального этапа краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани-2017». Пять специалистов, вышедших в финал из 12 участников, сегодня боролись за право представлять город на региональном этапе. Отметим, что нынешний конкурс юбилейный проводится в 10-й раз. Два этапа конкурсных испытаний у педагогов-психологов уже позади. Участники представили презентации, провели открытые занятия. Пять финалистов, а это специалисты школ, детских садов и центров дополнительного образования, сегодня в конкурсе профессионального мастерства боролись за звание лучшего. Психолог – это один из главных членов коллектива в любом образовательном учреждении. От него зависит психологический климат. В школах и детских садах он занимается, конечно же, и адаптационной, и профилактической работой. Служба очень востребованная. В регионе, в нашем Краснодарском крае мы на хорошем уровне. В течение 10 лет педагоги-психологи Сочи успешно представляли наш город в крае и на всероссийском этапе. Роман Амельченко второй раз становится участником конкурса. Прошлое достижение – это третье место. Шансы победить в нынешнем этапе, говорит педагог, есть. Остается достойно представить свою работу в конкурсных заданиях. Это масса удовольствия для конкурсантов – проявить себя творчески, найти новые решения. Самое главное – узнать что-то новое и поделиться своим опытом. От каждого участника ты черпаешь какую-то положительную энергию и новые знания. Потом, конечно, применяешь их в работе. И, конечно, соревновательный момент тоже очень интересен. По итогам муниципального тура определили лауреатов. А победителем юбилейного 10-го конкурса педагог-психолог Кубани стал Роман Амельченко. Он и получил право представлять наш город на краевом этапе. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В аэропорту задержан камерунский студент, везущий изделия из экзотической кожи. Пассажир, прибывший рейсом Стамбул-Сочи, не подав таможенную декларацию, направился через зеленый коридор с объемными сумками. В ходе проверки его багажа с помощью рентген-техники было выявлено множество однородных предметов. Тогда мужчина пояснил, что везет немного сумок для личного пользования. Таможенники решили проверить багаж. Было обнаружено множество кожаных изделий, предположительно из змеиной и крокодиловой кожи. Всего 256 предметов, общим весом более 40 килограммов. Со слов мужчины, он приобрел все изделия в подарок друзьям и знакомым. Однако в 2014 году студент уже был задержан с подобной коммерческой партией сотрудниками Пулковской таможни. А в 2015 году в аэропорту Внуково проводится административное расследование. В Сочи прошли учения по ликвидации условного пожара в многоэтажном здании. Площадкой выбрали оздоровительный комплекс «Спутник». Спасатели и пожарные МЧС обследовали здания, локализовали и ликвидировали очаг возгорания, эвакуировали людей при помощи пожарного коленчатого подъемника, а также прыжково-спасательного устройства под названием «Куб жизни». Медик отряда МЧС оказал условно пострадавшим первую помощь. В тренировке были задействованы спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда и службы спасения Сочи, сотрудники пожарных частей, врачи-скорая и специалисты комплекса «Спутник». Организаторы учений, сотрудники регионального центра медицины «Катастроф» поблагодарили участников тренировки за слаженность, оперативность действий и оценили работу на «Отлично». Сочи готовится ко всемирным военным играм. Сегодня в Ледовом дворцы Большой продолжают устанавливать конструкции скалодрома. К работам приступили два дня назад. Сегодня уже значительная их часть выполнена. Высота разборной конструкции – 15 метров, ширина – 12. Подобного профессионального скалодрома в России еще не было. Его характеристики позволяют проводить соревнования мирового уровня, такие как всемирные военные игры. Скалодром с таким высоким уровнем сложности трассы сготовили специально для них и в Сочи в разборном виде привезли из Москвы. Этот уникальный комплекс уже протестировали в Подмосковье. Новые трассы опробовали спортсмены ЦСКА. Но, несмотря на то, что наши спортсмены уже опробовали скалодром, у них не будет никаких преимуществ. Под конкретно каждое соревнование команда подготовщиков, которая состоит у нас из представителей Международной Федерации и пяти представителей нашей Российской Федерации, «Команда подготовщиков для каждого вида готовит уникальную трассу под квалификацию, под финал, под полуфинал. Каждый раз будут перекручиваться трассы и накручиваться новые уникальные трассы, на которых будут выступать спортсмены». Комплекс состоит из трех частей для разных видов программы. Лазание на трудность, болдеринг и лазание на скорость. Кстати, рекорд в этом виде меньше шести секунд. За столько спортсмен преодолевает вот эту высоту в 15 метров. Первый старт на скалодроме намечен на 24 февраля. Здесь пройдет квалификация в дисциплине «Лазание на трудность». Кстати, посмотреть состязания смогут все желающие. Вход на игры свободны. Ну а что касается дальнейшей судьбы скалодрома, сразу после завершения зимних военных игр его разберут и отправят в Москву, в крытый легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦЕСКО. К другим новостям. В Сочи стартовал муниципальный этап краевого фестиваля духовной культуры «Моя вера православная». Старт его приурочен к празднику Сретения Господня, а также к Международному Дню Православной Молодежи. Фестиваль проходит в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края. Открытие сегодня состоялось в Хостинском храме Преображения Господня. В отборочных выступлениях приняли участие воспитанники городских музыкальных школ и церковных хор. Фестиваль проходит в три этапа. Муниципальный он состоится в Сочи, Зональный, в Абинском районе, 18 апреля. Ну а третий этап, финал, пройдет 27 апреля в Кореновском районе. Продолжаем. Десять первых свиданий состоялись накануне одновременно в Сочинском ЦУМе. Оригинальную акцию ко Дню всех влюбленных организовал городской Центр развития молодежи. Среди кандидатов на участие в затее под названием «Десять первых поцелуев» любовный микс сначала провели конкурс. Выбирали совершеннолетних, творческих, тех, кто еще не нашел свою половинку. В итоге десять девушек и десять юношей сегодня встретились в центре Сочи. Организаторы сначала предложили им по минуте на личные знакомства. После того, как все пообщались друг с другом, участникам предложили девять различных заданий. Для выполнения каждого из них пары смешивали. В итоге с кем можно идти в разведку, для себя выбрали все. В конце акции и юноши, и девушки рассказали, кто именно им понравился. Совпавшие симпатии организаторы поощрили призом – сертификатом на участие в квесте. Все самое важное в жизни курорта представляет журнал «Уэлком». Каждый год вместе с деловым сообществом Сочи он выбирает 100 людей, которые особенно запомнились городу. Своими подходами, решениями, проектами, идеями, которые развивают городскую среду. Ежегодная премия – имена топ-100 лучших руководителей Сочи. Рейтинг которой составляют профессионалы туриндустрии. Люди, которые делают наш город главным курортом России. Все это в новом номере журнала «Уэлком». Ищите журнал в лучших отелях, ресторанах и санаториях города. И на сегодня это все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габейша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.